Журнал Forbes опубликовал приуроченный к Хэллоуину ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых знаменитостей, то есть тех звезд, чье творчество приносит правообладателям самый высокий доход после смерти этих известных людей. Как и год назад на первом месте в списке оказался Майкл Джексон. Журнал оценил его заработки в 400 миллионов долларов. Издание отмечает, что из них 287 миллионов наследникам короля поп-музыки принесла продажа доли в музыкальном издательстве. На втором месте Элвис Пресли с заработком в 40 миллионов долларов. На третьем гольфист Арнольд Палмер с 35 миллионами. Не секрет, что после смерти знаменитостей многие их произведения или личные вещи приобретают особую ценность. Богатые поклонники и коллекционеры охотятся за этими артефактами. Какие самые необычные и самые дорогие лоты, связанные с умершими знаменитостями, продавались на аукционах? Попробуем разобраться с представителем аукционного дома Кристи, с Еленой Курбацкой, которая сейчас на студии. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Если я не ошибаюсь, есть даже специальное название для вот этих вот посмертных аукционов, где выставляют вещи знаменитостей. Так ли это? Ну да, конечно же, у нас есть определенные аукционы в этой категории. И они называются меморабилии, то есть это памятные вещи, которые принадлежали знаменитым людям. Они могли уже уйти из жизни, могут еще жить. Но это те вещи тех людей, у которых есть огромное количество поклонников по всему миру. И это, конечно, связано со степенью их знаменитости и их деятельностью в течение их жизни. К примеру, наверное, самым интересным аукционом, даже серию аукционов, у нас была распродажа коллекции Элизабет Тейлор в Нью-Йорке. И это были трехдневные торги, посвященные ее коллекции ювелирных украшений, ее картин, ее каких-то платьев. И этому аукциону предшествовало большое мировое турне, которое как раз началось с Москвы. Мы здесь сделали большую выставку в ГУМе в течение трех дней. Люди стояли в очередях, чтобы просто купить билет и посмотреть на ее украшения. Но мы привезли очень маленькую часть, а вообще коллекция включала более 900 ювелирных украшений. И мы тогда впервые, поскольку это была огромная коллекция, огромная подборка украшений, мы даже сделали онлайн-торги, потому что не смогли все эти вещи продавать в рамках живых аукционов. И это было поистине замечательно, потому что покупали не только частные коллекционеры. То есть, как бы прецедента такого не было, да, Элизабет Тейлор еще в рамках своей жизни завещала продать все свои драгоценности на аукционе Кристиса. И после ее смерти ее воля была выполнена ее наследниками. И такой ажиотаж, который вызвало мировое турне, в частности, и сами торги в Рокфеллеровском центре, в Нью-Йорке привлекли огромное внимание. Выставку посетило 1020 человек за несколько дней. И, конечно же, предварительная оценка была в разы превышена во время аукциона. Торги иногда длились... Вообще стандартно лот продается в течение двух минут, но там затягивалось и до 15 минут, и более. И что интересно, что покупали не только частные коллекционеры, но также институции и музеи. Например, музеи известных ювелирных брендов, которые когда-то производили ей сами эти украшения. Потому что она славилась таким вкусом на роскошные украшения, которые ей дарили ее многочисленные мужья в течение жизни. Что, конечно, уже все знали, эти украшения были действительно легендарными. И музеи, например, Булгари, Тиффани, Ванклифф и Нарплс, они сами стремились приобретать эти украшения к себе в коллекции. И вот, кстати, выставка Булгари сейчас проходит в музее Кремля, и там есть некоторые украшения, которые как раз были куплены на аукционе. Ну вот, если про ваш опыт, опять же, про вашу работу говорить, если вы попробуете вспомнить про вещи, которые на вашей памяти продавались после того, как какая-то из знаменитостей умерла, что самое интересное было? Вот какой самый интересный лот можете вспомнить? На самом деле, их действительно огромное количество. Это может быть автограф Джона Леннона, к примеру, который, ну, как вы знаете, да, трагически погиб. И такие вещи, они, то есть все зависит от редкости, да, то есть сколько автографов раздал Джон Леннон, мы не знаем, но каждый автограф привлекает огромное внимание. Или, например, книга, которая была выпущена при жизни Эйнштейна. Сейчас будет выставляться на торги, посмотрим, какой будет на нее спрос. Или первое издание Пушкина, к примеру, в течение, которое было сделано в течение его жизни, да, то есть это большая, большая, большая редкость, конечно. Какие-то вещи, подписанные самими, самими авторами, они тоже большую ценность имеют. У нас вот недавно, в прошлом году, продавались довольно, так, у Кортье есть знаменитые часы «Танк», которые, ну, такая расхожая модель, классическая довольно-таки. И вот они продавались, но из коллекции Жаклин Кеннеди. И при оценке, нижней планке оценки в 60 тысяч долларов, они в итоге были проданы за более чем 360 тысяч. И установили мировой рекорд на эту модель на аукционах. И это было потрясающее событие. Ну, и на самом деле очень важно, большое значение имеет, так скажем, провинанс работы, да, помимо вот слова «меморабилие». Мы сейчас узнаем еще слово «провинанс». Может быть, оно у вас уже встречалось. То есть это, как бы, то, из какой коллекции происходит это произведение, кому оно принадлежало, в каких выставлялось музеях, частных коллекциях. Это все-все-все имеет значение при оценке и продаже лота. История ее. Да, личное дело, вы правы, на самом деле. И каждый лот, который попадает на аукцион, он отслеживается, о нем создается описание, ну, так мы его называем, эссе. То есть привлекаются различные эксперты. Если речь идет о русском искусстве, то привлекаются эксперты с Третьяковской галереи. Если о международных экспертах, как, например, сейчас показано Леонардо да Винчи, то есть подлинность этой работы оценивали, точнее, подтверждали более 30 экспертов по всему миру по Леонардо да Винчи. То есть это как, это очень интересная, на самом деле, работа в поиске таких вещей, да. И мы можем быть уверены, что не только сам лот, да, как, например, какая-то сумка или часы или ювелирные украшения имеют ценность, но также история этого лота, этой вещи, кому она принадлежала, где она побывала. Ну вот вы говорите в основном все-таки про вещи, которые имеют большую ценность сами по себе. Часы, какие-то украшения, какие-то дорогие сумки. Но интересно, насколько может почерк знаменитости, автограф оставленный, подпись, увеличить стоимость чего-то очень простого, какой-то самой обычной рядовой вещи? Обычно так и бывает. То есть те же автографы, оставленные на футболках того же Майкла Джексона после концерта, они, люди действительно их собирают для того, чтобы через какое-то время, то есть именно слаждаться в течение жизни, но потом они приобретают такую ценность, что могут уйти за сумасшедшие деньги на аукционах. Те же вещи, которые, то есть были, так скажем, героями фильмов, например, о Джеймсе Бонде. У нас несколько таких торгов было. То есть автомобиль, безусловно, имеет ценность, Астон Мартин, на котором ездил Джеймс Бонд. Но, то есть его цена рыночная и его цена, которая на аукционе, это несравненные вещи, потому что как раз добавляется вот эта вот, извиняюсь, добавленная стоимость, потому что эта вещь уже знаменита. И это касается всего, то есть даже плавки, в которых Джеймс Бонд выходил из моря, в одном из эпизодов, так скажем, этой большой киноленты, они ушли за огромные деньги. И я вот хотела сказать, что, например, вот известен такой случай, что довольно простая сумка, которая принадлежала Коко Шанель, она, ну, Шанель, но она была куплена Смитсоновским университетом, попала в коллекцию. То есть таких примеров на самом деле масса, и это могут быть действительно не уникальные вещи, да, или там камень может быть не суперчистый или там не супербольшой, но при этом ценность того, что это принадлежало какой-то знаменитости, которую этот человек, например, определенный коллекционер или музей любил, это имеет самую большую, на самом деле, ценность обладать этим. Интересно представить масштаб на каком-то очень простом примере. Я не знаю, допустим, какая-то фанерная фигура, даже не фигура, просто фанера, на ней оставил буквально один штрих Бэнкси. Вот это будет очень-очень дорогим чем-то, вероятно? Но все-таки это должна быть работа Бэнкси. Ну, а если это... Пускай даже разрезанная в шаредре, как мы уже поняли. Ну, там можно еще и надбавить. Я думаю, что никто не знает, как выглядит автограф Бэнкси. Это было бы, конечно, интересно узнать об этом. И я думаю, что если бы у Бэнкси когда-нибудь появился автограф Бэнкси на аукционе, я думаю, что это было бы... Пользовалось бы огромным спросом. Ну, как... То есть сложно говорить о какой-то конкретной вещи, когда их слишком много. То есть перчатки, которые, например, принадлежали Майклу Джексону, они продавались, да, и это были просто обычные шелковые перчатки. Но вот то, что их носил Майкл Джексон, они где-то в каких-то местах были порваны, и они уходят за десятки тысяч, это, конечно... Причем таких перчаток, очевидно, много, потому что он их носил постоянно. И все равно стоимость растет в разы, в разы и в разы. Да. А вот вы сами сказали, что на таких мероприятиях, на таких аукционах часто покупателями выступают не коллекционеры, в привычном смысле этого слова, а вот просто люди, которые вдохновляются этим человеком, которые называют себя фанатами. Вы знаете каких-то фанатов, которые постоянно пытаются купить чьи-то вещи? Ну, мы, к сожалению, ограничены тем, что мы не можем рассказывать о покупателях, но мы действительно знаем множество примеров, когда у коллекционеров есть какой-то определенный вкус, и они охотятся за этими вещами по совершенно различным аукционам, странам, могут покупать онлайн такие вещи, да. То есть действительно, например, есть коллекционер, который охотится только за колокольчиками фирмы Фаберже или за фигурками Фаберже, которые именно изображают животных, там, нефритовые или из оникса. Это такие довольно редкие вещи, стоят они недешево, продаются тоже в рамках русских торгов, и вот для таких коллекционеров, например, их небольшое количество, собираются вот эти, в частности, лоты. Поэтому, кстати, можно будет посмотреть на предметы Фаберже. И, кстати, те же вещи, которые были созданы для императорского двора, тем же Фаберже или императорским фарфоровым заводом, это тоже такая своего рода меморабилия, которая также продается у нас на аукционах в Лондоне, и мы часто привозим сюда, в Москву, чтобы люди посмотрели на то, что будет потом продано на торгах и, возможно, уже никогда не появится. Это все тоже имеет отношение к нашей истории, к знаменитым людям. И те же поклонники царской семьи, то есть помимо ценности самого Фаберже, есть еще обычно самую большую роль и добавленную стоимость играет именно императорский провинанс. То есть это, может быть, вещь Фаберже была создана для какого-то дворянина, для какой-то важной особы, но когда речь идет об императорском провинансе, то цена совершенно другая. И что интересно, что каждый предмет, императорская семья, когда она заказывала, все записывалось, велся учет, известно просто буквально все до каждой мельчайшей детали о том, что и кому, когда продала фирма Фаберже. Да, и, кстати, вот я всех приглашаю с 8 по 10 ноября в российский офис представительства Кристис на выставку наших русских, русской живописи и русских предметов декоративно-прикладного искусства. Да, посмотреть и насладиться. У меня буквально один вопрос напоследок. Мы много говорим про покупателей сейчас, про продавцов тоже интересно спросить, про тех, кто выставляет эти вещи, в первую очередь именно паспортные. Обычно куда доход уходит? Я так понимаю, что многие на благотворительность отдают? Ну, это, да, это зависит от действительно целей, то есть, как правило, вещи, ну, то есть, продаются в разных вариантах, да, так скажем, если это досталось по наследству, и, например, ты этим не интересуешься и желаешь это как бы продать, и чтобы эти вещи оказались действительно у того человека, который этим интересуется, либо передать это в музей, или когда человек выставляет на торги эти вещи, то с каким-то, например, обязательным пожеланием, что эти предметы должны быть на выставке в таком-то музее. Действительно, есть часть собраний, которые продавались, и часть средств шла на благотворительность. К примеру, в этом году, в мае мы продавали большое, наверное, самую дорогую частную коллекцию, когда-либо появлявшуюся на каком-либо аукционе. Это собрание четырех феллеров, которые коллекционировали всю жизнь, и не только произведения искусства, но и мебель, и графику, и много-много-много всего. И вариантов очень много. Да, и они очень, все средства, которые были собраны от продажи этой коллекции, пошли в 10 благотворительных фондов. И в университет Гарварда, и от Гарварда до помощи детям. Спасибо большое, Елена, спасибо за ваш увлекательный рассказ представителя аукционного дома Кристис, Елена Курбацкая, я напомню, была у нас в студии, с ней говорили о том, сколько коллекционеры и поклонники готовы тратить на вещи знаменитостей, и тех, которые до сих пор живы, и тех, которые ушли из жизни. Продолжение следует...